я хрен его знает как мы оказались там где мы сейчас есть ну не в плане дислокация в плане положения в жизни но факт его величества в общем длинная история про то как я должен был купить еще один такой же самокат только новый но почему-то так вышло что я купил вот такой почему так вышло если вкратце объяснить что я хотел изначально купить это же за свои деньги инкогнито для того чтобы ни под кого не приспосабливаться не под какие рекламные контракты а просто обновиться потому что вот этот самокат отслужив мне верой и правдой 5 лет просто кончился то есть у него сейчас запас хода 6 километров вот если вовка обратно доедет да это не точно да если он доедет на нем обратно это уже хорошо это уже победа если не доедет то вовке обратно придется бежать с ним в руках как он это делал в прошлый раз когда мы снимали тут буквально недалеко летом в общем искал искала себе самокат заложил бюджет 1050 ух ты это получается что и в рифму и правдиво и в общем ни хрена не разобравшись с тем что сейчас на рынке актуально сделал фатальную ошибку я написал сани рябову саня привет это тот чувак который нам давал в питере на обзоры три единицы боевой техники это гопет электровелосипед мощностью там хрен знает сколько киловатт и вот такой вот dual tron thunder только весь затюнингованной зафаршированной электроникой до зубов ну и в общем я думаю у вас сейчас эта картинка если хоть немножко дедукции есть она сейчас сразу сложилась воедино купил его запрыгнув самый распоследний вагон перед подорожанием всего на свете и так уж вышло что я его купил застольник сейчас если вдруг кто не в курсе это счастье стоит 250 плюс-минус и в общем на том и порешили что как бы я про него сниму видос с его эксплуатационной подготовкой потому что несмотря на такой сумасшедший ценник у него здесь до хрена чего еще нужно доделывать допиливать потому что это все китай все что связано с китаем требует напильник стаместку и зубило с молотком в общем содержание всего сегодняшнего видоса должно было сводиться к тому как и весело просто легко и вообще без проблем приготовить к их дальнейшей счастливой эксплуатации самоказа хренову гору денег собственноручно без каких-либо проблем но получилось то что получилось что получилось вы увидите чуть чуть позже сейчас я просто хочу сказать маленькое напутствие на будущее если вы вдруг это счастье еще не купили а только собираетесь никогда ни за какие деньги ни под каким предлогом не лезьте вовнутрь этого грёбаного самоката собственноручно сколько бы у вас не было опыта инструментов и уверенности в том что ваше дело будет завершено успешно прошу любить и жаловать до трон хундер есть это айс овкозда это тоже самое как у меня вообще очень нравится когда меня в комментах поправляет не брошлис а брошлис брушлис пацаны брошлис да и дуатрон хундер ссылка на парней которые мне его продали будет в описании к этому видосу если бы мне кто-то сказал что самокат столько будет стоить причем очень скоро я бы покрутил у виска потому что были времена когда за эти деньги я покупал дочь не он 2 и у меня бы после покупки доджа на котором мы ездили осталось бы еще 70 тысяч рублей несмотря на основную базу и самые дорогие компоненты такие как двигателя и батарея все остальное сделано максимально дешевым для того чтобы влезть хоть какой-то вменяемый бюджет и его нормальные люди смогли себе позволить но мы начинаем и мы попробуем это все закончить сейчас будем все вместе с вами разбираться что нужно сделать с дуалтрон хундером чтобы на нем потом долго и счастливо ездить короче начнем с передней подвески потому что болячка передней подвески здесь частности здесь заключается в том что вот в этом месте когда затягиваются вот эти вот гайки то подвеска практически не работает тут же в принципе как бы и так так подвеска такая себе это эластомерка вот эта штука короче вот эти два рычага они держатся одновременно за крыло то есть нам надо снять колесо а после колеса уже изнутри подлезть и снять крыло вот и ремонт и вернулись на канал да ребятки ох и заживем да вовка да будущее нас вступило и нельзя это как а понятно семён семёныч резьба в косынке а с тыльной стороны и страховочная гайка поэтому надо гайку сначала отпустить а потому что шо а потому что не надо лезть вот это когда техника работает нормально да ты прав лазить вот это у неё там но пацаны сказали надо сделала до тебя там умные люди сидят был бы я умный человек у меня бы производство было так дурак дураком все разобрал ты макс разобрал самокат разобрал старый самокат сломал а в жизни разобрался в жизни вы конечно разобрался все понятно короче пойду работать на завод у меня правда тут свой собственный завод маленький по производству ничего в общем ситуация здесь вот такая вот видите но она на бургман не один в один ситуация и на т-максе его там вот вот там ситуация такая же точно короче сейчас вот это все нам предстоит благополучно сюда выкрутить потому что другого способа снять рычаги вращение чем парни говорили что вот эту конкретно юбку надо под на станке подрезать но я насколько понял они мне что-то вот тут как бы прислали что-то другое вероятно поэтому может быть но это не точно потому что я еще до конца не разобрался мы сейчас всю эту группу вообще на хрен заменим вот собственно вся подвеска как бы и вот эти вот кассеты они имеют вот эти втулки вот эти вот желтые штуки они короче разной жесткости бывают и можно засунуть кассету любой жесткости типа мягче жестче подвеску там вот эта вся фигня ну а так или иначе все равно вот эта эластомерка она конечно быстро выходит в окно потому что если хорошо на нем раздавать то как бы она быстро и приезжает а теперь внимание правильная последовательность разборки передка этого самоката включить самокат и на включенном переключить выключатель слева на боку ну то есть таким образом обесточится вся электроцеппе потом вскрыть деку отключить а к б заизолировать разъемы а к б опционально снять а к б во избежание короткого замыкания и возгорания отключить передний мотор открыть накладку гуся открутить плату подвески под накладкой гуся размотать оплетку и снять изоленту но мы практически так и сделали варюшки с нами пух следующие подробности а нам надо короче вот эту хрень оказывается набить смазкой фабула такая что вот здесь покажи наверно крупный план то есть ну вот видно хорошо крестовина короче и вот сюда набиты вот эти вот полиуретанки они дубовые как мой один одноклассник честное слово и вот тут между корпусами вот этой крестовины внутри есть небольшие щели и типа вот пацаны спитера рекомендует в эти щели чего-нибудь у нас закончил что-то что-то где-то сдвинулась с мертвой точки а это ж надо показать да ну и теперь что ставим в зад рычаги блин шлист такой мелкий хрен попадешь так просто твою ж мать ну не могу попасть не видно ничего ну вот же она рядом закручиваясь а чё ты не хочешь не идет и все так ну с этим вроде как покончили осталось только колесо обратно засунуть сейчас все происходит безопасно конечно безопасно ну подумаешь там аккумулятор 78 вольт или сколько там или 96 внутри ну коротнет ну с кем не бывает ну что может случиться ну что что вообще может пойти не так в этом случае вот скажи мне ну что ну сгорит там же в инструкции было сказано что надо деку открутить вот это все сейчас теперь пора но аккумулятор тут конечно ни хрена себе не то что на том самокате все равно непонятно ну вот коробка о коробка а там что а там аккумуляторы и мужик в пальте но и дерево вот такое по сути задача у нас еще сделать заднюю подвеску поставить упор под ногу ну конечно что не говори вот это вот вот это вот винегрет из кишки бюкет да из проводов они короче еще пока не научились нормально делать очень интересный видос информативный информативный ну это вот так вот всегда когда начинаешь постигать какой-то дзен блин какой-то яндекс дэн и какой-то яндекс дэн вот это вот каждый раз одно и то же ты такой разогнался а потом короче загнался обратно чего вы чё шутите то есть вот эти все они до этого были 18 а вот эти ну хрен с ним пускай 19 будут класс 18 не налазит а 19 болтает возьми 18 с половиной 4 вот это вот фигня короче она здесь вот улазит за границы и шлица короче есть фокус так берешь сейчас конечно же найдутся товарищи которые будут говорить а вот типа как китай делал говно так говно и делает но допустим если мы сейчас возьмем старые ценники на этот самокат и старые ценники допустим на самый быстрый самокат в мире который там типа из карбона там он американского производства американцы вообще любят дорого-богато и он едет там 140 и весит он не столько сколько этот то как бы ну пожалуйста хотите красиво хорошо вы чтобы и дизайн и быстро и легко и валило миллион двести рублей ой твою мать опять эту косынку грёбаную откручивать для того чтобы снять колесо надо открутить суппорт потом открутить косынку вот два винта прежде чем открутить два винта с той стороны две гайки с фиксатором с шайбой гровера и одновременно вот эта косынка которая держит суппорт она держит еще магистраль питающую то есть провод там идет и он прижимается и если ты провод не отпустишь тебе нету возможности его туда просунуть подальше чтобы колесо снять вперед то есть всем натяжку ну короче чтобы вы понимали то есть вот у нас вот эта вот тема и вот у нас вон они вот те две гайки чудеса вот чтобы их открутить на но так вот ключик сюда засунуть и долго-долго крутить пока не стошнит удобно мое почтение я припоминаю такие ремонты с мотоциклами когда вот так вот ходишь кругами вокруг него и думаешь твою мать у меня целый арсенал инструментов я могу здесь собрать во впиталась гайка могу здесь собрать все что хочешь и разобрать тоже могу а по факту потом вот так вот такие ситуации возникают это такой ходишь кругами думаешь вот вот что вот как вообще туда подлезть и вот теперь ее нужно все два вот так вот короче как шубу из трусов достать для того чтобы потом вот так вот сюда в дырочку просунуть она еще ни хрена не просовывается потому что у нас вот это вот крыло она прикручиваясь за рычаг она еще и про провод этот прижимай ой твою мать сейчас так раз и у тебя только передний привод тоже неплохо да а ну и теперь же вам наверное стоит показать как это там внутри выглядит а выглядит она внутри вот так вот чудесненько о смотри-ка а здесь подшипник о подшипнички и подшипник такой нихрена себе смотри радиально упорный вообще сухой сколько может иголичатый подшипник на сухую отъездить а куда ездить он здесь туда-сюда чуть-чуть делает ну ну ему кирдыг так конечно будет моментально нисколько он не отъездит он сразу квадратным станет ну это как бы вот издержки китайского производства типа ребята вот вам самокат самокат едет быстро чтобы самокат ехал быстро и долго вам нужно произвести такие-то 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 манипуляции вот и все вот что было сложного сделать ну там плюс-минус так же как впереди узел то тот же эластомер тот же размера с эластомера тоже тот же и при этом вообще просто в тупореза короче они ставят сюда подшипник радиально упорный открытого типа и типа насрать вообще как бы и нам насрать даже то что он сзади стоит и то что там будет постоянно жить вода вода с их уху тоже как бы хорошая смазка чуть последний раз не притянул то есть учу сварка есть как раньше было модно к шатунам педали приваривать шатунам педали я знаю что приваривали к каретке на мертво шагуны а где пальцы да и потому что эти сраные пальцы это же просто и сами педали все короче что гениальное инженерно-техническое решение вот это вот порнографию пальцами сделать при том что ничего не мешало потом как бы ну не потом а вообще в целом сделать что-то более умное что в принципе сделали потом китайцы в частности с квадратом а потом уже с лицевая часть пошла пальцы твою мать я еще вспоминаю времена когда нищеброд нищебродский было баса то голыдьбинская камыши и жопы какой простор для комментариев у меня была постоянная проблема с этими грёбанными шатунами это то что они настолько были удрочены и раздолбаны что когда появились первые китайские ремонтные пальцы за эти пальцы просто дрались короче я придумал что я брал стандартный палец и по кругу его короче обстукивал молотком чтобы можно было на 180 повернуть и застунуть туда в наглую и это было единственное мое спасение потому что другого способа как бы решить проблему я не знаю просто я вот каждый раз даже тогда когда у меня не было денег на запчасти я все равно как бы старался там что-то как-то изыскать придумать там что-то заколхозить но чтобы она у меня держалась куча это раз во вторых чтобы это все было технически исправно я всегда с такими удивлением смотрел на людей которых абсолютно не беспокоит то что у них педали делают так вот это вот тема и он может 10 километров ехать короче вот это ничего а вот это а скрип педали это отдельный вид искусства я таких видел которым даже собственно сами педали не нужны главное чтоб штырьки торчали тут не все так плохо оказывается как предыдущих ревизиях но как бы все равно рано радуется вот обратите внимание какое какое чудесную смазку здесь это в общем силиконовая смазка это вообще не то вот абсолютно что должно быть в подшипнике по хорошему сюда в мотор учитывая его конструкцию можно было бы легко налить масло ну то есть та же самая система как с генератором мотоциклетным там же ну как бы та же самая система то есть точно так же ротор точно также статор прекрасно это все работает но парни сказали что попадается провода которые нифига не масло стойки поэтому максимум что мы сейчас здесь можем сделать это перемазать эти подшипники набить между подшипником и сальником смазки побольше и собрать обратно причем по поводу сальников если честно так и не понял зачем нам их менять вовка сегодня поехал с утра поискал ничего не нашел тут сальники разного диаметра справа и слева стоят потому что ну с правой стороны у нас же просто ось у них еще размер такой виду не они в том-то и дело что они прислали как бы и говорят дали что можно купить они да типа горит вообще везде можно купить никаких проблем нету с этим а оказалось проблемам ну в частности в наших передах да да и они почему-то сказали меня и сальники я посмотрел сальники как сальники тут ничего такого в них нету пружина есть я просто разобрал мы своего нам предположили что как бы ну китайцы могут умеют практику и допустим поставят между сальников пыльники а там не пружины ни хрена ничего нету короче все прекрасно там вся и вода и грязь все попадает ну типа затычка есть и и ну да как бы условно то есть формально сальник есть по факту его нету и получается что с той стороны я не договорил где провод там ось толще подшипник больше и соответственно сальник другого размера а знаешь что они сказали интересную риты это поменяй болты на роторе да почему а потому что говорит они обычно из нержавейки и типа пара вот эта которая нержавейка алюминий говорит это самая говеная пара которая только может быть первого раза у нас вообще не получается выкрутить я сейчас посмотрю она про стакана в частности не сказали что стакана там стоит в принципе будет боль-мень но лучше поменять когда будешь разбирать и еще что-то там какие-то болты а вот вот они да то есть вот они держат рулевую колонку верит они обычно из нержавейки ну даже по цвету хорошо видно перед возьмешь поменяешь на вот эти вот каленые 12.9 максимальный краток класс прочности еще из особенностей в этом самокате я думаю значит для чего он это прислал вот это алюминиевая а вот это стальная и они по ходу стоят где-то стояли в первых ревизиях вот здесь вот этом вот месте и стоит и стояла сначала стальная и говорит проблема была в том что когда крит много ездишь и большие нагрузки приходятся на рулевую колонку то вот это сталюка настолько крепко было что нагреть срезала резьбу надо надо на траверсе и а сама оставалась целая рита потом они стали делать алюминиевую то есть алюминиевая она сама сдыхает ты ее поменял поехал дальше час наша задача разобрать этот гребаный мотор таким образом чтобы потом у нас была возможность его собрать обратно что-то не спешит и как сейчас вот это вот все безобразие разобрать его счесть и честно не представляю короче я вы знаете вот который раз ловлю себя на мысли о том что когда ты проговариваешь проблему решение постепенно как бы само себя обнаруживая то есть здесь получается с одной стороны вот болты видать и с другой стороны болты видать вот и и потом уже когда присмотрелся поподробнее оказывается что они на разном удалении от оси вращения находятся то есть получается что и те и те держат крышку есть конечно вероятность считая считая сейчас что после того как я все это откручу она развалится так что мы потом никогда не соберем ни хрена себе сидит ну ладно давайте другое попробуем ни хрена себе что-то она не спешит разбираться сломал ну как бы учитывая что их тут а шесть один был явно лишний или это он про этот говорил что а наверное про них и он и говорил что они типа из державики а ну да вот оно что да класс я молодец я сломал вот это он их наверное и называл и решили что самое обидное это то что их греть нельзя ну типа говорит берешь короче шестигранник и вот так вот пока не стошли туда сюда туда сюда туда сюда 500 миллиардов тысяч раз действительно здесь геморроя были на некоторых моментах сильно больше чем даже в мотоцикле ну может быть я просто к этому не приспособился еще как следует но как был пока я склоняюсь к этой мысли и как бы последняя тезис это то что у типа отдаешь типа гору денег и и трахайся с этим все вместо того чтобы просто сесть поехать и радоваться жизни но в то же время как бы это все да в какой-то степени умозаключение верное но есть одно самое главное грёбанное но это вот как бы заглядывая участвовал во внутрь а ты понимаешь что ты же как бы далеко не уедешь вообще ни разу то есть ну вот как бы можно да прям взять ее и поехать а сколько ты отъездишь вопрос к тому что до мало кто захочет сам туда лезть ну как бы вот сезон и если какой-то что-то дождь какая-то лужа месяц и все и ты начинаешь ним трахаться только как бы разница лишь в том что здесь то ты его трахаешься но все новое я специально на нем не ездил у меня пацаны спрашивали да поедь покатайся нахрен надо потом это все в грязи разбирать я лучше сначала вот пока на новое я разберу сделаю а потом уже поеду получается что вот это вот я например вообще зря разбирал я его неправильно понял оказывается вот то что я сломал это вот про то а не про диск тормозной там задача то какая то есть сейчас единственный способ оказывается вот этот вот сальник с подшипником снять это выдавить ступицу вместе со статором двигателя то есть как бы учитывая что подшипник сидит на напряженной посадке и и плюс еще магнитная сила статора который прилип намертво к ротору я бы лучше если честно сейчас капиталку какой нибудь сибихи 400 сделал с большим удовольствием вот а дальше как вот смотри дальше то что делать то есть меняет получается сейчас надо каким-то образом просунуть ступицу колеса через сальники подшипник так как-то по-хитрому чтобы не изуродовать сальник ну все и он подломнет сальник вот ой твою мать что я могу сказать по этому поводу да собственно ничего вот я сейчас вот прям я давлю и чувствую как я медленно медленно покупаю сальник знаешь вот это реально тот случай когда вот меня спрашивают как это вот тебе удается на одном канале материться вот так вот вообще как сапожник еще так мелодично сидела на другом канале ты вот так вот фото базар фильтруешь это вот как раз тот резкий случай когда вот другого выражения как препятствия но просто его не существует но это точно не сделано для сервисников это не точно не задумывалось как что-то ремонтопригодное и при этом это топовый это топовый повторяю самокат один из самых лучших а сейчас мне чуваки прислали там в телегу говорит это еще не ничего да и это еще просто как бы light версия того что в принципе иногда бывает рит у нас участие по в сервисе самокат за полмиллиона за пол мульта самокат из коробки и говорит и там такие есть приколы задача то сейчас надо же достать грёбаный подшипник которым напихана сраная смазка а кстати как его достать не это ладно это пол беды мы его там сейчас худо-бедно вытащим и там на проводе как-нибудь помоем так тут другой вопрос если подшипник крякнул то получается что пока вы клеммы не отрежете пропаянные пролуженные штатные вы ничего не разберете по людски это все как взять в руки чтобы отнести на стол как удобно подшипник то как выбить провод то через него просунут а чтобы высунуть провод надо высунуть его отсюда чтобы его сюда высунуть надо отрезать здесь я понял почему они мне говорили что там работа дня на три это вот сейчас я нам удоху с этими грёбанными колесами я его сейчас вот выстрадаю на что там madman madman делал себе самокат типа короче самокат своими руками у нас тоже сейчас будет самокат своими руками из подручных средств блин ну по крайней мере по крайней мере теперь становится понятно что вот эти полу меры вообще это просто даже по двери их покупать только будет они сейчас будет по ляму так не ты понимаешь как бы я же готов поспорить что и на дешевых помойках там еще веселее ситуация обстоит нам сейчас наверное надо как-то ж погреть снимем процесс или на конечно конечно через боль и страдание я шо думаешь зря название такое придумал для видоса надо же еще так погреть чтоб не перегреть ты уж понимаешь опачки самое главное потом обратно это все припаять как бы то что она отвалилась это да это уже такое то мелочи жизни на том что то есть на скрутках сделаешь на скрутках у меня не пойму то ли перчатки горят то ли провода да а вот тут нормальная смазка смотри-ка и парни посоветовали мне использовать вот это вот штуку а это типа вмп авто они сами в питере находится ну и как бы вмп авто тоже в питере находится я не уже попробовали да они уже попробовали говорят типа вот это самая как бы удачная смазка для конкретно таких задач ну тут как бы пошли нарисован и градусы нарисован ну да есть термостойкая вязкая смазка нужна для этих подшипник ну как бы типа ну в говорит в основном основная проблема с которой приезжают на т.о. это говорит вот здесь вот просто все сгнило на вода да то есть воды вот а ну питер же ну да воды там как в бассейне да я фотки приложу мне есть все сгнивает на когда много смазки напихиваешь между подшипником и сальником то эта смазка она не пускает воду и магниты обрати внимание если неодимовые магниты которые которые мы там обычно покупаем они покрыты типа хромом здесь они просто анодированы то есть как бы даже на этом подрезали денег потому что вот эта анодировка она такая ты наверно видел да болты которые с таким покрытием они потом такой белой фигней покрываются да то есть как бы может вы дешкой потом побрызгать чтоб хотя бы типа соу соу как ты любишь говорить получилось так ладно короче я сейчас все равно попробую разобрать вот это говно потому что ну мне если честно душа не на месте потому что мой перфекционизм мне жить спокойно не даст если я буду знать что там где-то какой-то вот этот саморез вот это вот все там он отломанный я только не пойму как так вышло почему оно там оно там чё на фиксатор на красный что ли собрано но он говорит надо их заменить потому что потом он говорит если типа надо будет разбирать ты играть сейчас их сложно разобрать а потом вообще нереально и греть нельзя знаешь почему почему потому что магниты умрут флешбеки сразу пошли точно также я мопедные моторы а да тарам бам бам не но у нас есть вариант короче сломать все потом все высверлить погнали один выкрутился уже легче а на чем же вы сидели твари а вот он где вот иди сюда родной я посмотрю на чем-то сидел скотина на белом неразъемном анаэробном фиксаторе нам бы теперь еще крышку вот эту снять было бы вообще ништяк то есть снять магнитную часть но походу она тут да давай короче чё давай сейчас даванием даванием короче вы выжимаем мы мы тагер там отремонтировали за 140 тысяч подумаешь там каких-то когда не сдавайся позор все до конца я мог конечно ставить на четырех болтах но я просто не могу себе этого позволить я буду ездить и думать что там у меня два балла даже на 5 оставить был шанс до был я просто вот ну один еще сломал чисто в попытке понять а если вообще хоть к малейшей возможности это все разобрать есть самое главное не запрыгнуть выше 300 градусов наглядный пример теплопроводности алюминия греем в одном конце меряем в другом конце и у нас вот здесь 46 градусов при этом здесь а ну здесь уже сто восемьдесят четыре хорошо видно оказывается их нужно откручивать в любом случае то есть вот ну вот хорошо что они вот так вот у меня ломаются потому что оказывается еще можно знаете как сломать замечательно сорвать шлицы то есть и и разобрать не получается и открутить не получается и уже отпустилась и болтается вот это вот просто прямо вообще феерическая жопа есть паттерны поведения в при которых необходимо их откручивать для чего мы собственно говоря по совету ребят из сервиса питерского разбирали колесо это как бы типа облегчить себе задачу в случае прокола колеса либо смены колесного диска в результате замятия его то есть но следит облетаете то он гнется он пластилиновый как выяснилось ну и типа вот таким образом как бы как я уже говорил вот этого части по снимается вот это вот так отсюда типа и вы как бы типа снимаете колесо а теперь внимание вопрос а как прикрутить крыло как это должно выглядеть то есть вот мы берем диск таким да вот так шпоньк ну тут прикручиваем 6 болтов и потом в теории как бы в теории вставим вот эту сюда и вот эти вот два винта нужно закрутить вот сюда в две дырки вот два винта и вот две дырки два отверстия два отверстия с резьбой под резьба под резябой м5 и получается что как бы вот с вот это вот стороны где у нас стоит сейчас телефон то есть ну вот я сейчас вот приподниму вот видите видите медили они и для того чтобы туда добраться тебе нужен вот такой шестигранник желательно такой же гибкий да вот такое да короче и и ты должен как-то залезть то есть один хрен падла снимать грёбанное мотор колесо вот ну хоть обосрись удобно я его рот наоборот этот самокат вот это чтобы я его сам в одно рыло вот это вот делал тахай меня покрасит я вот сейчас вот это его соберу если у меня колесо спустит я и на ободах нормально поезжу задую туда пены монтажной в покрытку и все будет ништяк что ты не хочешь второе колесо переделать а придется самое интересное вы понимаете реально придется то есть вариантов вообще тупо нету то есть либо так либо никак потому что я просто представлю себе в голове что мне надо будет это потом еще сделать я лучше ну ну что делал что поделаешь да то есть надо один раз отстрадать это все пройти этот грёбаный ад иначе потом будет такой удар мощный по нервной системе по моей без того уже расшатан они на системе если быть точным а вот теперь вот теперь вот это вот короче сейчас начинается тетрис не залазит ты понимаешь то есть мне сейчас надо открутить вот этот кронштейн понимаешь чтобы просунуть этот провод а потом опять этот кронштейн закручивать потому что резиновый провод идет в туго вот этой вот дырки в кронштейне потом он прижат крылом этим и потом этим кронштейном тоже лежат гениально какой самокат не идет ты понимаешь вкопанный сидит тварь давай пролазь чтобы протащить провод надо открутить крылом ты понимаешь а чтобы прикрутить крыло надо снять колесо и вытащить провод и к не затолкаешь это колесо обратно на свое место потому что провод мешает но это натуральная сейчас бы еще закрутить умудриться вообще бы было замечательно я шайбу забыл я забыл шайбу положить под вниз не хватает гаечков подевались и куда-то попрятались от меня боятся у меня есть еще гайки правда шаг не тот у меня есть прибор для которого это вообще не является проблемой ну шо я хочу сказать короче техника хорошая надо брать очень все понравилось очень все понравилось в очень все удобно ремонтопригодно короче я сдали юзер-френдли юзер-френдли вот это мы поставим когда-нибудь никогда фара еще не пришла и слава богу у нас есть лёха я лег и заплачу денег лёха денег поднимет получше чем в казино три топора еще не ездил впечатление марта да если вы думаете что вы отдав 250 тысяч рублей за самокат отдаете один раз сумму за электротранспорт и у вас больше никаких не будет проблем и вы будете ездить такой красивый и в белом и только приезжая домой ставить его на зарядку и больше вам никаких там манипуляций с ним не понадобится делать хрен вы угадали потому что это вот тот случай когда невозможно на сто процентов использовать весь потенциал самоката не ввалив в него еще сатыгу то есть в частности вам придется отдать во первых за сервис тот который вы видели именно так он будет выглядеть пока вы не будете видеть всего этого ужаса потому что другого способа все это разобрать просто нету я поверьте мне ответственно вам заявляю потому что я уже успел пообщаться с сервис никами которые мне любезно предоставили все запчасти к этому самокату и они не один и не десять и не сто самокатов через себя пропустили и они мне рассказывали что есть гораздо более упоротые конструкции которые отматывают просто клубки нервов из сервисников и помимо вот этих всех манипуляций штатных которые вам нужно сделать вам еще придется прикупить рулевой демпфер светотехнику потому что так или иначе окажется рано или поздно что вам придется ехать ночью и вот этих вот четырех светодиодиков все равно не хватит как бы вы не отпирались как бы я не отпирался в этом же видосе все равно я уже заказал фару да не 2 я заказал одну я скроил возможно я буду от этого страдать в итоге я попаду на бабки и мне придется заказать еще две потому что к той которая заказал уже не будет пары но это уже отдельный разговор и постный сказ про что-то неинтересно а вот то что вам придется купить рулевой демпфер кронштейн которому стоит пока еще 8 500 а возможно скоро он будет стоить 15 плюс еще сам рулевой демпфер без которого вы хрен разгонитесь больше чем до 60 километров в час хотя мне ответственно заявляют те ребята которые упарываются в эти самокаты уже не первый год что можно ездить и без демпфера но я вам серьезно говорю что без опыта без опыта и без экипировки без наколенника без налокотника без черепахи и без шлема с перчатками с карбоновыми вставками вам прямая дорога в морг я вам серьезно говорю потому что ну я не знаю стоит ли вообще сейчас кому-то рассказывать о том насколько эта штука нестабильна то есть ты даже если когда на мотоцикле едешь ты можешь словить в облах словить в облах на вот этой вот хрена тени с вот такими вот колесиками у которых вот такой гироскопический эффект то есть если вы вдруг не знали то благодаря сильным гироскопическому эффекту на больших скоростях у мотоциклов вы и получаете ту самую стабильность помимо всех там остальных узлов правильно рассчитанных углов кастера и вот это вот все плюс рулевой демпфер и так далее да если вы вдруг не знали а когда маленькое колесико гироскопического эффекта нету то есть вы можете и одинаково быстро дернуть руля вот так вот, вот так вот, и стоя на месте, и при движении со скоростью 90 км в час. Только когда-то вы стоите на месте, понятное дело, на сколько у вас переместится нижняя часть самоката, а когда вы будете ехать 90, при вот таком движении, самокат может поехать в одну сторону, а вы можете поехать на кладбище. Рядовой покупатель такую штуку не купит по массе причин. Во-первых, она тяжелая, она не такая транспортабельная, как тот самокат. Во-вторых, она дорогая, в-третьих, она достаточно опасная, и в-четвертых, это очень специфический вид транспорта, который, в принципе, специфический по первым предыдущим трем причинам. И вот здесь, допустим, мне очень сильно интересно, кто конкретно вообще целевая аудитория такого транспорта, потому что, ну, я себе его купил, потому что мой детский максимализм не дал мне покоя, хотя я, в принципе, должен был купить вот такой же и ездить, радоваться жизни. Самокат это, в первую очередь, мобильность. Что я подразумеваю под этим словом? В частности, я подразумеваю вот это. Как меня угораздило променять вот этот транспорт, который, верой и правдой, мне служил почти 6 лет, на вот этот вот транспорт, который весит раза, наверное, в 2,5 больше, и я недавно совершил фатальную ошибку по привычке, приехав на самокате домой, я просто понял, что на второй этаж я его не занесу. И что теперь с этим всем делать, я пока не придумал, но остается уповать только на один, скажем так, факт, который, возможно, состоится в моей жизни, в частности, переезд в частный дом, в котором, в принципе, не будет никакой необходимости тащить его на второй этаж. Что с этим всем делать до этого момента, я не представляю. И сейчас, в общем-то, вся моя жизнедеятельность сводится к тому, что я беру этот самокат, еду куда-то на нем далеко, там, куда-нибудь в город, кататься тут по окрестностям, потом приезжаю в гараж, ставлю один самокат, потом беру другой самокат, и на вот этом вот самокате, у которого запас хода 6 км, еду из мастерской в общагу, потому что его можно затащить в общагу. Л. Логика.